Вечер на Домской. Продолжаем работу в прямом эфире. Поговорим о том, будут ли одесские бары бойкотировать чемпионат мира в России по футболу. Пообщаемся с главой самообороны Одессы Валерий Ночевинов у нас в студии. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Лежим футбол нравится? В целом, да. Насколько вы часто следите за чемпионатами такого уровня? Ну, вот только за чемпионатами, пожалуй, и слежу. Этот чемпионат станет для вас белой точкой на футбольной карте или же все-таки вы будете смотреть? Или хотя бы результаты? С результатами я знакомлюсь. Мне в любом случае это интересно. То есть, как о работе сборных, которая проводилась до чемпионата. А смотреть не буду. Это принципиально. Потому что чемпионат проходит в России. Совершенно верно. Давайте посмотрим опрос одесситов. Будут ли они смотреть? И продолжим. Смотрим. Будут транслировать все матчи. И открытие России, которая играет матч, тоже будет транслировать. Сегодня, да? Да. Только мы пропускаем гимн России. А как это будет технически сделано? С третьей минуты будет запущен матч. Фанаты футбола по-любому придут, потому что политика к футболу не зависит вообще никак. Ну, скажите, Дешка, будете транслировать, да? Нет. Добрый день. Скажите, будете футбол смотреть? Нет. Не присоединяйтесь к бойкоту или как? Или не любите просто? Нет, просто принципиально не буду смотреть. То есть, позиция гражданская, да? А вот скажите, не будете все матчи смотреть или вот там, где Россия будет играть? Нет, вообще все. Скажите, смотрите футбол вообще? Болеете, нет? Нет, спасибо, нет. Я не смотрю. Будете смотреть? Нет. В принципе, не болеете или вот этот чемпионат? Да, в принципе, очень скучно целый час смотреть. Нет, не буду. Есть другие планы. Позиция принципиальная или не получается? Просто не получается. Все матчи будете пропускать? Нет, все. Ну, сегодня не получится. Я надеюсь, что в следующие дни получится так, что я буду наблюдать. Слышали о бойкоте? Слышал. Ну, как считаете вообще? Что думаете по этому поводу? Ну, футбол должен оставаться. Это спорт. Я считаю, что он не имеет отношения к политике. Будете футбол смотреть или не болеете? Нет, нет. То есть, не любите в принципе как спорт? Да, да, да. Слышали о бойкоте? Слышал, слышал. Как считаете вообще? Что скажете об этой идее? Кто хочет. Кто хочет едет, кто не хочет, тот не едет. Все равно будут люди смотреть? Да, конечно, будут. Чтобы кого-то слушать. Бойкотируют, бойкотируют, а сами едут. Смотрите футбол или не болеете? Нет, не смотрю, не болею. Смотрите футбол? Нет. В принципе, не болеете, да? Нет. Мы не увлекаемся футболом. В этот жаркий день удалось поймать людей, в основном на улице встретить людей, которые вообще в принципе не интересуются футболом. Как должен поступать украинец, ваша точка зрения, вот в этот момент? Ну, как должен, не скажу. Как было бы правильно, с моей точки зрения, да? То есть это, ну, своим вот этим несмотрением, да? То есть, как бы, таким образом вот выразить там свою позицию по отношению к месту проведения вот этого, собственно, праздника спорта. Понимаете, потому что сейчас, когда появилось телевидение и трансляция, да, то есть вот эти там крупные спортивные там соревнования, состязания, ну, это, как бы, имиджевые вещи для страны. Понимаете? Да, мы у вас спросили, как у Одесситы, сейчас спросим, как у главы самообороны Одессы. Будете ли вы реагировать на те места, в которых централизовано, возможно, даже с гимном Украины, ой, России? Какие будут смотреть чемпионы? Мы предполагаем, что, скорее всего, абсолютно большинство спортбаров все-таки будут транслировать футбол, да? Ну, то есть... Ну, и не только спортбаров, вообще всех баров. И вообще всех баров. По всей видимости, в обязательном порядке будут происходить какие-то силовые стычки, поэтому я прогнозирую, что будет достаточно большое количество там конфликтов и драк, но мы как самооборона... Ну, да, самооборона каким-то образом, рейды какие-то... Будет препятствовать, протестовать? Мы вообще планируем, как бы, там, в нескольких пока, скажем, неназванных, да, то есть, заведениях посидеть, как бы, там, после работы попить сок, да, то есть, как бы, ну, и поглядеть, как бы, на все происходящее, да. Но не цель и искусство. То есть, вы будете единственные, кто пьет сок в этом заведении? Пока так. И что, если вдруг вы увидите, что идет трансляция каких-либо матчей Италии, Испании? К примеру, я не знаю. Это прекрасно. То есть, мы вынуждены, раз мы на месте находимся, будем глядеть, собственно, за этим, но, в общем-то, мы предполагаем, что, там, определенные люди, там, подогретые пивом, начнут, там, исполнять, там, те же самые гимны России, обязательно болеть. Почему во время матча Италии, Испания, например, будет исполняться гимн России какими-то подвыпившими людьми? Вы понимаете, гимн, может, не будет исполняться, но там будет, как я подозреваю, огромное количество российской символики, да, то есть, которая будет операторами, ну, телеканалов показываться крупным планом, раз. Во-вторых, по крайней мере, Интер, ну, с моей точки зрения, это весьма пророссийский телеканал. Это неважно, у него украинская лицензия на вещание, вы не имеете права делать замечания людям, которые смотрят украинский телеканал. Присоединим Артема Франкова, футбольного журналиста, к нашей беседе. Артем, здравствуйте. Добрый вечер. Вы как считаете, футбол, спорт, в принципе, вне политики? Нет, это, ну, это все лозунг, который красивый, мы любим очень идеальные ситуации себе рисовать, разумеется, спорт очень близок к политике, очень в нее затянут, очень используется, а иногда спорт использует политику, в конце концов, в своих интересах, такое тоже бывает. Лично вы будете смотреть и отслеживать новости по чемпионату? Безусловно, я считаю, что каждый сделает свой выбор, пожалуйста, я ни в коем случае не пытаюсь переубедить тех, кто делает выбор для себя, тем более у нас, извините, две трети населения страны вполне футбола равнодушны, они не смотрели в чемпионат мира в любом случае. Поэтому не нужно там делать из этого какую-то дополнительную, что касается болельщиков, то я знаю очень мало людей, которые принципиально не будут смотреть матчи российского чемпионата. Потому что я, честно говоря, не понимаю, какой ООН украинской чести, достоинству, национальной идеи государству Украины может нанести трансляция матча Египет-Урагвай. А вот гимн России на украинских телеканалов тоже никакой вред не могут, учитывая, что у нас фактическая война с Россией. Вы понимаете, я думаю, что украинские идиоты живут, они прекрасно понимают, как выглядит вообще российский флаг, и, кстати, как выглядит Владимир Путин. Даже если они забывают, как Путин выглядит, наши СМИ им напоминают об этом каждодневно, потому что у нас, по-моему, значительная доля новостей посвящена тому, куда Путин пошел, что сделал и что сказал. Я вот сейчас про гимн конкретно говорю, я пытаюсь сейчас представить себя и свою реакцию на звучание гимна Российской Федерации, ну, не знаю, мне бы не понравилось. Ну, вы знаете, мне доводилось слышать разные вещи. Честно говоря, вот, понимаете, с другой стороны, мы помните, когда разговаривали о том, что даже если наша сборная выйдет на чемпионат мира, то вот мы не поедем там из принципа. А я всегда приводил аргументы, да вы знаете, кимн Украины, который обязательно по процедуре будет звучать на российских стадионах в военном матче, это очень красиво. Это, на мой взгляд, промога, так классическая, а вовсе не зряга. Артем, у меня вопрос. Имеет ли кто-либо, ну, например, какие-то патриотические организации различной величины и авторитета препятствовать, например, публичному просмотру в каком-либо спортивном баре, возможно, просмотру трансляции чемпионата мира по футболу, который проходит в России, который транслирует, например, с украинской лицензии какой-нибудь официальный украинский телеканал? В принципе, канал Интер имеет право отслеживать, но показывают его там с его разрешения или без его разрешения. Неважно, люди смотрят украинский телеканал, который вещает, ну, то есть разрешенный, незапрещенный контент, будем так говорить. Я считаю, что у нас просто законы могут быть какие угодно красивые, но вы же понимаете, что реально конфликты по этому поводу могут быть совершенно непредсказуемые. Ну, не предсказуемые, но вопросов только в их масштабах. Разумеется, подобные конфликты возможны. Хотя вы же понимаете, что как люди, которые выезжают в Россию на матчи чемпионата мира, тоже не нарушают никакой закон, но мы их осуждаем. Что касается людей, которые не просто будут отслеживать чемпионат мира в России, ну, вот, ну, я таких не знаю, может быть, вы знаете, кто готов прям ехать в Россию, чтобы вот... Ну, понимаете, есть такое понятие еще, как профессиональный журналистский звук. Например, я считаю, что, по-моему, неправильно сидеть здесь и донатить какую-то информацию, потому что, ну, нужно... Нужно поехать. ...неть какой-то доступ к информации непосредственно к живой, к тому, что там происходит на российских стадионах. Но это если речь идет о журналистах. Нет, речь идет о журналистах. Это раз. Я считаю, что мы недостаточно там представлены, и поэтому, ну, как-то так неправильно судить. То есть, некоторые журналисты, знаете, сами с оберзением просто будут просматривать, сидя на стадионе. Ну, что касается людей, то они, опять-таки, делают свой выбор. Я вот не поехал на чемпионат, несмотря на то, что профессиональный долг, вроде как меня туда завязал. Ну, что делать? Артем, спасибо огромное за вашу точку зрения. Артем Франков, футбольный журналист. Я хочу вернуться вот со своим вопросом, Валерия. Кто-то имеет право препятствовать законной трансляции украинского телеканала и просмотру его в общественных местах? Право, наверное, не имеет, но по всей видимости будет. Насколько это будет массово и какие будут последствия, ну, пока действительно... Ну, смотрите, например, вы делаете замечание, вам делают замечание, возникает конфликт. То есть конфликт, на самом деле, ну, с вашей стороны, что вы были против. В любом разбирательстве получается, что неправы вы. Да, ну, как бы придется это принять и что-то с этим делать. Но, понимая это, делать заявление вот подобно даже сейчас, вы попадаете под пометку прим с особой дерзостью. То есть вы знали, что это приведет, и все равно сделали это. Ни в коем случае. Я рассчитываю на лучшие свойства людей. Я рассчитываю, что внутри каждого одессита сидит глубоко законспирированный член правого сектора. Понимаете, да? То есть, как бы... Нет, не понимаю. Но вот у меня есть такое личное внутреннее убеждение. И поэтому, конечно же, я ни на какие конфликты не рассчитываю. Но предполагать, что... Если конфликт произойдет, вы будете обороняться. Конечно. Только... Зачем вы пришли в студию на прямой эфир с оружием? Можете мне объяснить вот это? Могу вам объяснить, поскольку я являюсь действительно журналистом. Действительно журналист? Да, действительно журналист. У вас есть действительно журналистское удостоверение? Вы ведете журналистскую деятельность? Я веду определенную журналистскую деятельность. А расскажите, очень интересно. Ну, последнюю вы можете, допустим, есть журналисты и в соцсетях. То есть, допустим, в том числе... То есть вы журналист в соцсетях? Конечно. Да. И на этом основании вы носите оружие? Нет. Ну, давайте так. У нас месяц назад было нападение на гражданского активиста Сергея Стерненко. Нет, я у вас спросила, у вас есть удостоверение журналистов? Да, безусловно. Какого издания, телеканала, какого средства массовой информации? Есть такое издание? Какой-нибудь тираж? У него тираж 5000 экземпляров. То есть мы читающая аудитория... Вы печатаетесь регулярно. Еще раз, как называется издание? Украинский бизнес. Это журнал. Много вы знаете про украинский бизнес, очевидно. Про украинский бизнес пишите. Какая последняя статья была у вас про бизнес? Последняя статья, если я не ошибаюсь, была в марте месяца. То есть это касалось перспектив развития украинского бизнеса. Это касалось агропромышленности, то есть масличной культуры и так далее. Итого вы носите оружие и, в частности, приходите на прямой эфир, чтобы оборонять. Вы знаете, повторюсь еще раз. То есть у нас, как на журналистов, я вхожу в категорию граждан, которые имеют право на законное ношение травматического оружия. Есть эти категории граждан. То, что я по своему увлечению, роду мыслей, длительное время двигаюсь в самообороне, это совершенно не убирает каких-то моих других профессиональных вещей. Ну, журналисты в самообороне, в правом секторе, это мы уже все проходили. Все почти активисты, которым нужно оружие, они по счастливой случайности еще и журналисты. Наверное, так бывает. Спасибо вам большое. Валерий Начвинов, глава самообороны Одессы. Прерываемся на новости, позже продолжим. Дождитесь. Продолжение следует...